Новости Дагестан продолжают эфир телеканала ННТ в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Полны идей и решимости. В Дагестане проходит международный молодежный форум Каспии 2021. Мастера своего дела. Миннац Республики наградил победителей конкурса СМИ в области противодействия идеологии терроризма. От национальной драматургии до мировой классики. В Махачкале открылся второй международный фестиваль народных театров. Семинары и тренинги. И самое главное для креативной молодежи – возможность реализовать свои идеи. В Дагестане на территории базы «Прибой» проходит международный молодежный форум Каспий 2021. В нем принимают участие молодые люди из разных регионов России, прикаспийских государств и стран СНГ. В этом году на площадке форума проходит и всероссийский конкурс молодежных проектов. Более 70 человек представили проекты в ряде номинаций. Что предлагает подрастающее поколение, узнала Наталья Ханбабаева. Ей слово. Молодежный форум Каспий проходит уже девятый раз. Но в этом году помимо образовательной и развлекательной площадки у участников появилась возможность представить и защитить свои проекты. Самое активное участие в конкурсе принимает именно дагестанская молодежь. На форуме заявлено 72 проекта и из них больше 40 представили дагестанцы. До этого такой возможности не было. Такие грантовые конкурсы проводились только в рамках всероссийской форумной кампании и на крупных лошадках, как Машук, Территория Смыслов и так далее. В этом году Федеральное агентство по делам молодежи пошло нам на встречу и решило помочь нам в организации проведения своего собственного конкурса, куда подавали заявки молодежь. Обычно Федеральное агентство по делам молодежи сумма грантов варьируется до 2,5 миллиона рублей в зависимости от того или иного конкурса. На нашем грантовом конкурсе мы сами установили планку совместно с федералами и эта сумма составляет 1 миллион рублей на один проект. Участник форума Курбан Магомедов Арсений по образованию медик выбрал направление, связанное со здравоохранением. Рассказывает, что идея создания проекта у него появилась после практики в Каспийском ковидном госпитале. Мой проект направлен на обучение основам оказания первой помощи в городе Каспийск. Учитывая специфику нашего города с утоплениями и прочими чрезвычайными ситуациями, данный проект актуален тем, что оказание первой помощи вовремя, это как минимум необходимо. Не каждый человек может обучать основам оказания первой помощи, только сертифицированные и юридически закрепленные лица. Таким является общество Красного Креста. И мы готовим пяти сертифицированных специалистов по первой помощи в нашем СУЗе, Каспийское медицинское училище имени Азизалиева. Однако не все участники приехали с целью защитить проект. Анастасия прилетела из Москвы. Это ее пятое участие в форуме, но именно на Каспии она впервые. Признается, что тренинги и семинары, проводимые здесь, помогли ей оформить свою идею. И возможно в следующем году она уже приедет за грантом. Ее заинтересовало туристическое направление. Очень интересные спикеры здесь были, очень мотивируют. Мы разговаривали с психологом, сегодня мы целеполаганием занимались. И даже у меня появилось несколько интересных идей, которые по приезду в свой регион я планирую развивать и работать над ними. Я разрабатываю концепцию организации мероприятий, которые будут включать в себя просветительскую деятельность, волонтерскую деятельность, образовательную деятельность. То есть, допустим, это могут быть выезды в национальные парки с научными работниками, фотоохота, где ребят будут учить определять птиц по звуку, по тому, как они звучат. Либо, допустим, учить выбирать место для палатки, разводить костер. На площадке форума уже прошли семинары и тренинги, посвященные инновационным технологиям, формированию культуры межнационального общения и генерированию идей для создания проектов. Но помимо этого, у молодежи была возможность пообщаться со спортсменами-олимпийцами и поучаствовать в различных соревнованиях. А результаты конкурса молодежных проектов станут известны уже сегодня, на официальном закрытии. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Избирбаш. В Каспийске стартовала ежегодная выставка ДАК «Аград-21». На площадке спорткомплекса имени Али Алиева своим передовым опытом обмениваются производители из более ста компаний. Участники выставки прибыли из разных регионов России и стран зарубежья. Здесь они имеют возможность укрепить деловые связи в области производства оборудования и материалов для теплиц, удобрений и средств защиты растений. В ходе выставки, проходящей при поддержке регионального Минсельхозпрода, производители могут напрямую встретиться и заключить договоры, контракты с руководителями тепличных комплексов, фермерами и фермами, работающими в защищенном грунте. Миннац Республики наградил победителей конкурса СМИ в области противодействия идеологии терроризма. В конкурсе могли принять участие все творческие работники республиканских печатных и электронных СМИ, а также общественные деятели и блогеры. Конкурс проходил в пяти номинациях. В номинации «Лучшая публикация в сети интернет» первое место занял редактор нашего телеканала Ханжан Курбанов. В номинации «Лучший видеоролик» второе место занял генеральный директор телеканала ННТ Султан Трамов с видеоработой «Мы против терроризма». Победители получили денежные премии. В Махачкаре открылся второй международный фестиваль народных театров. Главное мероприятие осени, которое проходит в русском театре, собрало гостей из других городов и республик. Открылся зон фестиваля «Абхазский государственный театр». Подробнее в нашем следующем сюжете. Яркие костюмы, народные песни, танцы. Собственно, это фестиваль именно национальных театров. По словам организаторов, он создан, чтобы познакомить зрителей с культурами разных народов. «Я думаю, что каждый присутствующий из вас унесет отсюда немножко тепла, любви, потому что каждый приехал сюда с чистым сердцем и открытыми помыслами». Первыми свой спектакль под названием «После захода солнца» представили актеры из Абхазии. Он об актуальных проблемах отношений в маленьких городах, в которых уживаются люди разной национальности и ментальности. Подростковая агрессия, поиск себя в мире, выстраивание отношений, зарождение любви, материал которой хорошо ложится на нашу реальность. До 5 октября участники покажут дагестанцам свои лучшие спектакли от национальной драматургии до мировой классики. Все показы будут проходить на национальных языках. А для того, чтобы зрители могли наслаждаться игрой актеров в полной мере и понимать текст, который они произносят, им выдаются наушники с переводом на русский язык. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Дауд Гасанов. Телеканал ННТ Махачкала. В Махачкале ремонтируют дороги. По проспекту Амитхана Султана из-за износа дорожной сети появились многочисленные ямы. Тем самым движение на таких участках становилось небезопасным. Водителям нередко приходилось выезжать на встречную полосу. Очередной сигнал о разрушении дорожного полотна поступил через социальные сети в инстаграм главы Махачкалы. Накануне дорожники приступили к ремонту. Несмотря на большой поток автотранспорта, проезжающего по проспекту, специалистам удалось завершить участок. До конца года отремонтируют автомобильную дорогу Мамедкала-Хочни протяженностью 4 километра. Ремонт дороги республиканского значения идет в рамках государственной программы Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Дорога обеспечивает транспортные связи Дербенского, Табасаранского, Хиевского районов. После реконструкции расстояние от Махачкалы до Хочни сократится на 40 километров. На сегодняшний день уже полностью завершены работы по освоению трассы, завершено строительство искусственных сооружений, уложен асфальтобетон, идет обустройство обочин и установка дорожных знаков. Завершение работ с вводом в эксплуатацию 12 километров запланировано на октябрь следующего года. В Дагестанском федеральном исследовательском центре проходит научно-практический семинар. Его участники узнают, как правильно писать и оформлять научную статью, в каких изданиях лучше его публиковать. Организаторы отмечают, что мероприятие будет полезно как для научных работников и редакторов, так и для издателей и аспирантов. Экспертами выступили специалисты из Москвы и из зарубежья. Мы собрали людей, которые имеют непосредственное отношение к изданию научных журналов. Приехали специалисты, которые работают и являются представителями международной базы данных с Кокус. Они нам объясняют, разъясняют, рассказывают о том, какую политику должны вести научные журналы, чтобы они оказались в международной базах данных. Это поможет нам и нашим научным сотрудникам улучшить свою лецитируемость, улучшить публиковаться в журналах, публиковать статьи в высокорейтинговых журналах и вообще, что происходит в современной информационной политике в области научных издателей. Семинар продлится три дня, и по его завершению все участники получат сертификат Ассоциации научных редакторов и издателей. Задержана 24-летняя жительница Махачкалы. Ее подозревают в обороте наркотиков. При личном досмотре у девушки обнаружили мифедрон. Она пыталась сбыть его с помощью закладок. Подозреваемая доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Определился победитель Кубка Муфтията Дагестана по волейболу. Турнир проходил в дагестанских огнях под девизом «Спорт против терроризма». Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедову. В честь нашей первой победы на этом турнире. Дагестанские огни принял турнир по волейболу среди имамов и религиозных деятелей региона. На официальном открытии выступали как представители власти, так и общественники. Имамы – это не просто люди, которые в кабинете людей принимают. И пусть молодежь услышит об этом турнире, пусть увидят ролик, что имамы – пример, что имамы тоже вместе с ними. Очень приятно. Мы очень рады, что соревнования столь высокого уровня проходят у нас здесь, в нашем городе. Спасибо вам за это. Участникам – удачи, а болельщикам – прекрасного просмотра. Турнир начался с группового этапа. Лучшие команды в группах вышли в плей-офф. Со всего цветов. Здесь у нас Буйнакс, Кизлюр, Кумтаркала. Так что, как говорится, все братья вместе приехали к нашим юждаговским братьям. Дагогни немножко поиграли в братской атмосфере. Чай наливают, плов есть, очень заряженные. По итогам напряженных матчей в финал пробрались команды имамы Махачкалы и центральный территориальный округ. В напряженной борьбе победу одержали представители столицы республики. Третье место заняла команда из Северного территориального округа. Здесь в волейболе тоже мы видим, когда мы играем, судья нам говорит, что нужно менять друг друга, подстраховывать, перемещаться. Также это аналогично нашей работе тоже. Мы должны друг друга подстраховывать, помогать. Победители и призеры получили дипломы, медали и кубки. Лучших игроков отметили индивидуальными наградами. Помимо этого, каждого члена команды поощрили денежными премиями. Во время турнира для гостей и участников был организован горячий обед. Хамзу Нурмагамидов, Халид Ахмаев, Даудгасанов, телеканал ННТ «Дагестанские огни». И о спорте. 30 золотых медалей завоевали дагестанские бойцы на соревнованиях в Сочи. Там накануне завершился чемпионат Евразии по смешанным боевым искусствам «Ориентал ММА». Спортсмены в возрасте от 6 лет и старше определяли сильнейших в 7 дисциплинах «Ориентала». Воспитанники республиканских спортклубов в общей сложности завоевали более 50 медалей. 30 из них – золотые. Лидерство сборной Дагестана в общем зачете обеспечили ученики Бодови Гасанова, Султана Ибрагимова, Ведови Морданова, Абдулы Абдулаева, Инара Экперова, Назима Иседова и Мирзы Ахмедова. Всего в чемпионате Евразии приняли участие около 200 спортсменов из 12 регионов страны и ближнего зарубежья. Смотрите наши выпуски также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!